Сегодня у нас с вами второй выпуск битвы брендов в категории карандашей для бровей. Если вы не знаете о чем речь, то я вам вот здесь вот под буквочкой I оставлю первый выпуск, чтобы вы смогли посмотреть, как я в деталях объясняю, что это за серия. Суть этой рубрики в том, что видео на этой неделе будут выходить каждый день с понедельника по пятницу. Я выбрала на этой неделе тему карандашей для бровей, и каждый день мы с вами будем выбирать какой-то другой бренд и тестировать продукцию этого бренда. В конце видео мы будем подводить итоги по конкретному карандашу для бровей, а в самом конце мы с вами выясним, кто же, собственно, победил и какой бренд делает самый лучший карандаш для бровей. И если я вас заинтересовала, то давайте приступать. Для сегодняшнего видео я выбрала карандаш от Lumine, и этот карандаш называется Nordic Chic. Я взяла себе оттенок, сейчас вам скажу, Grey Brown. Если пройтись по фактам, то вы наверняка знаете, что Lumine это финская марка, но карандаш сделан в Италии, и по объему здесь 1,2 грамма. Что касается его внешнего вида, то это максимально, наверное, классический карандаш, как мы их привыкли видеть. С одной стороны, это щеточка, она, кстати, довольно короткая и тучная, я бы сказала. Не знаю, насколько удобно будет ею пользоваться, но мы с вами это проверим. И с другой стороны, естественно, карандаш. Первое, что меня, кстати, немножко посмешило, вообще карандаш называется Nordic Chic, ну, здесь все понятно, но дальше написано Extreme Precision, то есть экстремальная точность, и как бы вот, карандаш вот так вот выглядит. Я бы не сказала, что это экстремальная точность с таким форматом карандашей, скорее экстремальную точность мы больше получаем с карандашами, которые очень-очень тонкие, такие вот именно механические, а не вот такие, которые нужно точить. И, кстати, сразу мы об этом заговорили, и первое, что мне хочется сделать, это немножко его подточить, потому что, мне кажется, все-таки для первого использования туповатый кончик. Я, как всегда, буду пользоваться только тем, что мне дают, то есть никаких дополнительных инструментов. Карандаш, по ощущениям, прям очень твердый, вот как камень просто. Даже вот если по руке рисовать, видите, в принципе, практически вот ничего он не оставляет, вот не скользит. Очень-очень тоненькие линии можно таким образом рисовать. И, как я уже говорила в предыдущем видео, то, что карандаш твердый или наоборот кремовый, это и неплохо, и нехорошо, потому что кто-то любит твердый, кто-то любит кремовый. Это просто, грубо говоря, факт, который нужно принять во внимание. Я, кстати, думала, что оттенок мне понравится меньше, потому что он называется серо-коричневый, и вот меня оттолкнула сначала вот эта вот приставка серо-коричневый, потому что у меня волосы, ну, на камере они как когда выглядят, но вообще это теплый потом коричневого, поэтому я люблю, ну, не то чтобы рыжие брови, но такие вот, которые с большим намеком на то, что они именно коричневые, нежели серые. Ну что ж, я закончила с одной брови, и вот самое главное, что я заметила, это необычная текстура этого карандаша, потому что, казалось бы, с одной стороны, это очень твердый карандаш, но когда начинаешь его растушевывать, он как будто превращается в пудру. Такое впечатление, что вот здесь вот в начале брови у меня очень такая плавная как растушевка, то есть это нетипично, я бы сказала, для карандашей, по крайней мере для карандашей, которые вот в последнее время выпускаются, они все более какие-то, возможно, масляные, и когда я их очень сильно растушевываю, что они скорее в что-то кремовое превращаются, нежели в пудровое. А здесь у меня такое впечатление, что я начало брови вот прям тенями заполняла, и что касается того, как растушевывается, то растушевывается тоже очень хорошо, но периодически стирается именно сам пигмент. Это хорошо для натуральности эффекта, но в то же время, если у вас есть конкретные проплешины, то оттуда, мне кажется, он очень быстро будет убегать, этот карандаш, то есть вы только-только вот его вот так вот заполните, эту проплешину, вот как я сейчас, вот буквально тут была такая маленькая дырочка, и потом оп-оп растушевали, и вот она назад вылезла. Это как бы минус. Ладно, давайте я сейчас вторую бровь тоже нарисую, и вернусь к вам уже для подведения итогов. Теперь давайте подводить итоги. Так и остается четыре критерия, по которым мы будем оценивать этот карандаш. Первый из которых цвет. Что касается вот этого оттенка, который на мне, Grey Brown, то как бы я сначала не сказала, что меня отталкивает вот эта вот приставка Grey, то есть серо-коричневый, но мне кажется, этот карандаш очень органично как-то лег в мои брови, и такое впечатление, что вот как бы все хорошо в целом. Что же касается вообще всех оттенков, которые представлены в линейке, то их здесь всего четыре. Это Light Brown, Brown, Grey Brown и Grey Black. У меня только один вопрос. Где вообще блонд? Я не знаю, как выглядит Light Brown, может быть он действительно настолько light, что он подходит для блонда, но вот я вот так вот, исходя просто из названий, мне вот блонда явно здесь не хватает. Еще более странно то, что марка финская, и карандаш называется Нордический Шик, и где вообще светлый карандаш? Потому что Нордический Шик, я сразу представляю очень светлокожую девушку с голубыми глазами, с белоснежной кожей, с шикарнейшим светлейшим блондом, и как бы карандашей получаются оттенки какие-то все от среднего к супертемному. Поэтому пятерку я не могу поставить, но твердая четверка здесь гарантирована. Что касается нанесения, то здесь есть как очень хороший плюс, так и достаточно неприятный минус. Что касается плюсов, то наносить этот карандаш действительно очень просто. Он достаточно твердый и хорошо ложится, не ложится какими-то кусками, растушевывается тоже очень хорошо, вот именно в такой пудровый мягкий эффект. Мне это очень нравится. Единственное, что мне не нравится, это то, что если есть какие-то зоны, где нужно прям вот так вот зарисовать эту зону, то есть какую-то плеш зарисовать, то вот чтобы там карандаш остался, нужно немножко танцы с бубнами устроить. Поэтому я прилучилась полностью делать форму, прочесывать ее, как мне нравится, а потом отдельно, конкретно какую-то зону дорабатывать и потом уже не растушевывать. И особенно критично важно это для тех, у кого своя форма не очень, и нужно реально карандашом выстраивать новую форму. Поэтому здесь опять-таки четыре. Что касается дизайна этого карандаша, то это абсолютная классика и на мой взгляд уже скучная, потому что сейчас столько разных вариантов карандашей для бровей выходит, что каждый раз впечатляешься. То щеточка там какая-то очень удобная, какая-то маленькая или длинная, ну короче говоря, какая-то особенная, то сам карандаш какой-то хитромудрой формы, и ты прям впечатляешься, насколько это меняет вообще способ нанесения. Поэтому здесь я, наверное, поставлю оценку три, потому что это, ну, очень банальный и скучный вид карандаша. И если бы здесь была немножко более удобная щеточка, они такая короткая и при этом пухлая, то я бы, может, поставила четыре, но мне кажется, здесь три это справедливая оценка. Что касается стойкости, то, как обычно, сейчас я не могу подвести итоги по стойкости, но я в течение дня буду эти брови носить, и сейчас вам на экране покажу, как выглядели брови в начале дня, и как они выглядят в конце дня. И, конечно же, также на экране покажу вам свою оценку по стойкости. Вот и все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте палец вверх, если так и было. Пишите в комментариях, пользовались ли вы этим карандашом, какой у вас оттенок, нравится, не нравится, какие у вас впечатления. Если вы здесь оказались впервые или случайно, не уходите просто так, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот. Также на серию «Битва брендов» я сделаю отдельный плейлист, и вам его всегда буду оставлять вот здесь. И на этом я буду с вами прощаться, но мы с вами увидимся очень скоро, а именно завтра в следующем выпуске.